Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу разобраться, какие потери понесла Красная Армия на Ржевском выступе. Приходится слышать разные цифры. Это мифические 2-3 миллиона убитых, или более реалистичные 1,2 миллиона, хотя и эта цифра далека от истины. Но для начала давайте посмотрим, как складывались события. Итак, в начале января 1942 года в ходе 2-го наступления под Москвой Красная Армия начинает Ржевско-Вяземскую наступательную операцию, сложившуюся не так, как хотели в Кремле. Тем не менее, были освобождены от врага обширные территории. Но вот окружить группу армии центр не вышло. Нанеся контрудары, немцы сохранили выступ за собой, опиравшись на ЖД-магистраль с северной оконечностью в районе города Ржев. Эта операция стала одной из крупнейших в ходе Великой Отечественной войны, в которой безвозвратные потери Красной Армии составили 260 тысяч человек. Это убитые, пленные, пропавшие без вести. У немцев безвозвратные потери в 2 раза меньше. Давайте заметим, не в 8 и не в 10 раз. И это при том, что Красная Армия уступала врагу по всем параметрам. Затем уже наступали немцы, срезав в районе холма Жирповского выступ наших войск в июле 1942-го. Безвозвратные потери РККА, а это взятые в плены погибшие, составили 47 тысяч человек. Затем была Жевско-Сычевская наступательная операция Красной Армии, начавшаяся 30 июля 1942-го года. В ходе наступления советские части продвигались с севера, это Калининский фронт, Конево, и с востока, это Западный фронт Жуково. Причем у Георгия Константиновича успехи были более значимы. Но в конце августа он отбывает Сталинград, и командование берет на себя Конев, сконцентрировавшись на штурме Ржева. В этих тяжелых боях, которые завершатся 1 октября, немцы удержат город и отразят все попытки штурма Красной Армии. Потери в этой операции, в ходе реализации которой у Красной Армии был снарядный голод, составили около 70 тысяч безвозвратными, у фашистов как минимум в 4 раза меньше, но опять же не 1 в 10. И это при том, что наши войска наступали. Ну и наконец всем известная операция Марс, проходившая с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. Самая неудачная из трех наступательных операций Красной Армии под Ржевом. Имея неплохие силы, наши войска могли окружить модуля, но Гитлер отдал ему резервы, обрекая армию Паульса в Сталинграде на разгром. И под Ржевом эти войска делают свое дело, сохранив выступ. Ну а Паульс был разгромлен, а немцы уходили с Кавказа, теряя все завоевания лета 1942 года. Безвозвратные потери наших войск составили 45 тысяч, у немцев столько же, но общими. В марте 1943 года немцы все-таки оставляют Ржевский выступ, а потраченные силы на его удержание были напрасны. К этому моменту наши потери составляют общими 1,3 миллиона, из которых безвозвратные, включая пленных, около 450 тысяч человек. Ни о каких миллионах не идет речи, так как на одного погибшего приходится 3-4 раненых. А теперь давайте взглянем на цифру 1,2 миллиона убитых. В таком случае общие потери должны составлять 5 миллионов. Также, я как полагаю, при таких цифрах значительная группировка должна сдерживать врага. И в итоге мы получаем, что вся Красная Армия численностью 11 миллионов человек воевала под Ржевом, а не в Сталинграде, на Кавказе и под Ленинградом. А на этом у меня все. Всем крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.